КАРИНА ДОПЧАКО У нас сегодня уже последняя репетиция, десятая, ребята уже выучили все танцы, уже последние две репетиции мы уже все повторяем, все уже ждут, не дождутся этого момента, всех уже такое желание потанцевать уже на самом былу. Сегодня будет у нас на репетиции проходить конкурс для тех пар, которые уже сформировались на репетициях методом, ну такой лотерея можно сказать, а пары выиграют фотосессию. О, неплохо. Карина, это уже твой второй опыт, то есть в прошлом году ты устраивала первый раз свой бал такой, и уже второй раз тебе доверили такую ответственность. Мне интересно, сравнительно с прошлым годом, сколько людей пришло, больше, меньше, как репетиции проходят. Вот начнем с количества людей, больше, меньше. Количество, ну количество, в принципе, то же самое, оно где-то от 12 человек, это 6 пар, до 20. Самое интересное, это что в прошлом году у нас очень было проблематично найти партнеров, а сейчас партнерши, ну в этом году. То есть так, девочки? Очень много приходит партнеров, а партнерши, ну в некоторой степени не хватает. Как так? Ну это интересно, в прошлом году было наоборот, то, что я заметила. С какими сложностями пришлось столкнуться во время репетиции? Сложностей, да, в принципе, сложностей не было, так как ребята очень умненькие, они все схватывали на лету, просто они только радовали мою душу, можно так сказать. Ну, я рад, что ребята очень умненькие, но попадаются разные, есть люди, которые вот, ну совсем, скажем так, на ноги наступают. Это реально вот за такой короткий срок научиться танцевать? Вот, смотрите, мы видим репетиции ваши. Да, мы видим фотографии, да, с ваших репетиций. Тут же не все профессионалы все-таки. Да, вот у нас проходит танцевальная игра Катерьон. Я вижу со стулом даже что-то. Да, парень подходит за спиной девушки, ложит на плечо ей руку, ну два партнера, и она выбирает, какого партнера она берет, а следующий партнер садится и ждет свою партнершу. Вот так вот. Так же образом. Да, весело такое. Да, вот так весело проходят наши репетиции. У нас традиция такая, после каждой репетиции мы делаем общее фото. Вот так вот. Это, да, без этого репетиция не закончится. И завтра уже наверняка будут долгожданное фото именно с Балой. Да, уже будут, уже вечером, уже будут фотографии. А как обстоят дела с костюмами? Уже выбраны наряды, костюмы, платья? Да, уже девочки, то что я знаю, они уже подготовились. Кто под заказ брал платье, кто в аренду, ну, все уже подготовились, уже только вот ждут. Друг дружки рассказывают или же в секрете каждый день? Ну, некоторые девочки так в секрете, чтобы был какой-то сюрприз на Балу, а некоторые так, ну, могут похвастаться, приоткрыть. А не дай бог в одинаковых платьях придут, все, все трагедии полные. А я вот знаю, как у вас будет победитель определять по аплодисментам. Ну, это один из вариантов. Кто громче аплодирует какой паре, та пара и выигрывает, соответственно. А почему не жюри? Почему именно такой формат? Ну, это уже как традиция такая, чтобы предоставить выбор лучшей пары зрителям, которые смотрят. И вот именно аплодисментами они выбирают лучшую пару. Это как минимум интересно. Вот, и все-таки, вот, возвращаясь к своему вопросу, который ранее пытался задать, ну, у меня в школе, например, про некоторых парней слагали легенды по тому количеству ног, которые они искалечили бедным девочкам. Вот таким людям, таким людям реально вот научиться за такой короткий... Реально. Реально, правда? За 10 репетиций мы даже вот к нам приходили, приходили парни, ну, вообще навыков не было танцевать вальс. Безьяркиса, да? Да, они просто, они приходили потанцевать, вот у нас такие народные танцы, ну, как постановочные идут в некоторой степени. Вот они в них принимали участие, я говорю, ну, давайте же танцевать вальс. Они, не-не-не, мы не умеем, говорю, не, у нас такое не проходит, давайте учиться. И вот уже последние репетиции все уже танцуют и, ну, очень довольны этим. Как же разрешился вопрос с недостающими партнершами? Партнерши у нас, ну, буквально там не хватает иногда 2-3, но потом уже, знаете, некоторые работают и подходят чуть, там, где-то на середину репетиции и уже... Вклиниваются. И пара у нас составляет. А возрастная категория, вот, нынешних участников? Я слышал, что даже дети приходят. Дети приходят у нас больше на бал уже. А вот на сами репетиции к нам, ну, вот, возрастная категория, наверное, от 16 лет. А есть ли такие смельчики, которые не ходили на репетиции, но собираются на бал? Это слишком дерзко. Да, есть такие. Есть даже такие. Это как в тех кинофильмах, когда появляется абсолютно незнакомый человек на конкурсе и такой... и выигрывает его. Но это практически невозможно, да? Ну, вот, ну... Репетиции, они нужны в любом случае? Они нужны, обязательно нужны, но наш бал построен таким образом, что даже человек, который не умеет танцевать, он с легкостью может принять участие в таких танцевальных играх, конкурсных играх и получить удовольствие. Что ж, хотелось бы еще раз для наших телезрителей услышать, где будет проходить бал, во сколько и когда. Да, наш бал будет проходить в Дворце культуры молодежной завтра в 17.30. Ждем всех. Ну что ж, дякую. Нагадаю, что с нами Карина Топчак, організатор молодежного балла. Вам счастья завтра, на снаге, все пройдет очень чудово.